Ну, кому подарочки? Билайн. Живи на яркой стороне. Тут такой сегодня день, такой непростой. Нам принесли официальные протоколы. Бельгийцы, британцы. На розовой гламурненькой бумажечке напечатаны, что наша российская команда первая в эстафете 4 по 400. Лучший результат сезона в мире. У кого-нибудь есть вопрос? Нет. Абсолютно. И на старте уже мужчины, аналогичная мужская дистанция. У нас сейчас 9 золотых медалей в командном зачете. Проверяют. Да, у нас... Ага, здесь еще пока что не внесли результаты. Результаты женской эстафеты 4 по 400. Боюсь, может быть, еще чего-нибудь не внесли. Ну, подождем тогда. Подождем компьютер. Компьютеру жарко все-таки. Барселона, понимаете? Ну, по идее, по уму, да, французы здесь, вот французы в этой эстафете мужской. Вроде бы не должны ничего такого великого сделать. По идее, да? Вроде бы Бельгия, Британия. Бельгия. В меньшей степени Британия. Да, да, да. Именно так, да. Ну, за команду... Россия. Мы все-таки бронзовы. Олимпиада. Нет ни малейших возражений. Нет у Антона Кокорина, нет Дениса Алексеева, но зато есть Володя Краснов. Володя Краснов, который остановился в одной сотой от серебряной медали. И остался в итоге вообще без медали. Вот так вот бывает. К несчастью, к несчастью. Потому что поздновато начал финишировать, на мой взгляд. Ну, можно было его ставить на самый длинный этап. Благо, мы вяжем по седьмой дороге, да? То есть на второй. Но на второй этапе у нас Алексей Аксенов. На первом сейчас будет начинать Максим Дылдин. На третьем бежит Павел Тринихин, который бежал четвертый этап вчера квалификации. Ну и вот для Володи Краснова оставили завершающий этап, когда на самом деле будет решаться судьба медали. И вот такая вот у нас команда. Из вчерашнего полуфинального квартета выпал Сергей Петухов. Ну, как я еще раз говорю, заменен он на безусловного лидера нашей команды Володи Краснова. А это Лесли Джон на ваших экранах. Легендарнейшая личность. Таким хорошим, качественным свистом его французская публика приветствует. До Франции здесь на машине одно удовольствие. 150 километров туристов немерено, как вы понимаете. До Италии по побережью чуть дальше, да. Километров на 700, наверное, но и итальянских болельщиков хватает. Франция на первой дороге, Италия на второй. Марко Висталли будет начинать за команду Великобритании. Известный бегун Конрад Уильямс. Вот он на ваших экранах. Также в составе английской команды Майкл Бингем. Роберт Товин и Мартин Руни. Хорошая команда у сборной Великобритании, безусловно. Но фавориты забега, на мой взгляд, стартуют все-таки вот здесь. По седьмой дорожке. Да. Так уж получилось, что они, фавориты, стартуют по седьмой. Ну, хорошо, Вольф, только для тебя. Главные соперники в фаворитах по четвертой. Вот они. Бельгийцы. Любопытно, на мой взгляд, что поставили слабейшего участника они на первый этап. Вот не знаю, для чего. Оставшаяся тройка. Первым будет бежать Арно Де Стейт. Оставшаяся тройка. Кевин Барли, чемпион Европы действующий. Сидрик Варан Бранденхэм. И Джонатан Барли никаких вопросов не вызывает. Команда Германии. Ну, кроме Тобиуса Шнайдера, особых звезд нет. Камбе Габа будет лежать на первом этапе. Кстати, мы про поляков совершенно напрасно забыли. Марцин Марцинишин, Даниэль Добровский, Пьётр Камчак и Каспер Козловский. Ровненький состав, ровненький. Он может дать жару. Запросто. Наша команда. Сейчас нам покажут Максима Дылдина. Максим Дылдин очень неплохо пробежал свой этап в эстафете. Мы помним, он тоже бежал. Первый этап. Дело было вчера утром. И, кстати, вот сегодня Максима Дылдина с тренером я вот здесь встретил, прогуливающимися по улицам Барселоны. Но не стал я подходить, потому что, ну, за два часа, за три часа, наверное, до старта чемпионата Европы понятно, что они нужны были только друг другу. И никакие разговоры на внешние темы были не нужны совершенно. Команда Нидерландов сейчас готовится к старту по восьмой дорожке. Джоэри Мойерман стартует на первом этапе. Ну, что касается одних из фаворитов, так Ольга Михайловна велела говорить, так вот, одни из фаворитов стартуют по четвертой дороге. Команда Бельгии. И здесь, вы знаете, повторяется ситуация, повторяется ситуация Олимпийского Пекина. Когда безусловный фаворит Олимпиады Джереми Уорренер проиграл. Гладкий вид, 400 метров, Лошон Мерит. Но в качестве компенсации тренеры поставили его на четвертый этап эстафеты. Мы прогнозировали, что здесь будет то же самое. И вот мы видим, что Джонатан Борли, человек, который здесь же в полуфинале установил лучший результат сезона в Европе, 44-71, так на всякий случай надо упираться, вот, ему тренеры дали отдохнуть и поставили его сюда. А человек, который выиграл, брат-близнец Кевин Борли, бежал вчера квалификационный забег. Вот так вот. Потому что с резервом у бельгийской команды, прямо скажем, не густо. У бельгийцев одно усиление Джонатан Борли, у наших усиление Владимир Краснов. У англичане, англичане усилились Мартином Руни, насколько я понимаю. Ну, вот такая команда. Поляки бежали в том же самом составе. Болеем за наших, сборная Россия, напомню, по седьмой дороге стартовала. Еще раз по дорожкам. Франция, Италия, Великобритания, Бельгия, Германия, Польша, Россия и Нидерланды. Нам показывают команду Германии. Камга-Габа на ваших экранах. И польская команда бежит, нет, польская команда бежит не очень хорошо. С этого ракурса могу сказать, что неплохо бегут англичане, а вот бельгийской команде, как мы и прогнозировали, придется отыгрываться. Здесь надо смотреть по передаче, кто лидирует. Так, наши неплохо. Максим Дылдин передает эстафетную палочку Алексею Аксенову. И погнали дальше. Сейчас важный момент. Сейчас плечами, возможно, придется поработать. Переход на общую дорожку. Конечно, с седьмой не очень удобно. Вы видите, да? Здесь нужно прибавлять, включаться. Вот чем неудобна седьмая дорога. Какие мы в итоге? Ага, вот так вот. Мы в итоге первые. Молодец, молодец Алексей Аксенов. Молодец. Понятно, что ему было очень непросто из-за того, что пришлось работать. Здесь не самые сильные бегуны. Здесь определенного опасения, конечно, вызывает Кевин Барли. Но он, смотрите, действующий чемпион Европы-то. А где? Нигде не видно его. Алексеев первый. И сейчас Павел Тринихин будет бежать за команду. Ой-ой-ой, ну вот так вот передали палочку. Ребята, господи. А ты мне говорила, что в 4 по 400 ничего не убивает. Ну нет, ну это вообще, понимаешь, это вообще какая-то... Оль, а знаешь почему? Открою тебе тайну. Потому что был тренер, не буду его называть, который у нас в Кине работал с эстафетной командой. А здесь все происходит стихийно. И вот теперь ты убирай, понимаешь, и упирайся. Просто, я думаю, секунду у себя сожрали. Не меньше, просто, просто. А здесь Джонатан Барли понесется на четвертом этапе. Мартин Руни, подарочки такие, не дай бог. Ай-яй-яй, смотри, как здорово бежит Паша Тринихин. Как здорово. Смотри, на третью дорожку, чтобы не втолкать. Смотри, всех сделал. А если бы, а если бы не нужно было оббегать. Поехали, 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 Вова. И сейчас будет шоу. Итак, Владимир Краснов, тихо, Владимир Краснов. Тихо, я говорю, трибуном. Трибуном тихо. Важный момент. Пускай это не смущает. Володя Краснов здорово бежит в финишную прямую. Чего, пусть кормит его, пусть кормит. Пускай наедается сейчас Джонатан Барли. Пускай наедается. Пусть его, главное, чтобы не обогнал до входа в вираж. И тогда, а вот здесь вот пусть, что делает, все, что хочет. Пусть кормит, Вова. Пусть кормит. Пускай пытается. Главное сейчас, чтобы не устроил кроссинг Джонатан Барли. Давайте, давайте болеть за Володю Краснового. Чего, Вова, не зажимайся. И расцветывай, Володя. Раскатывай, Володя. Не зажимайся. Раскатывай, есть силы. Давай, давай. Давай, Володя, давай, 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 еще. Давай, лоши. Вот это да. Да, вот это, вот это фантастика. Вообще, чуть ли не упустились. Вот это фантастика. Вот это шоу. Вот это, нет, это нереально, ребята. Браво, браво. Да, вот так, вот так, мужики, вот так. Где эти Барли? Где? Ну, покажите мне их, где Барли? Польские товарищи нас поздравляют очень искренне. Спасибо большое. Мы их тоже очень искренне поздравляли, когда ребят. Спасибо. Мы вскочили. Мы вскочили, все остальные сели. Горло последнее оставлено здесь. Вот такая точка чемпионата Европы. Классная точка, классная точка. Что такое? Десятое золото. Я не поняла, Леш, чего нас коллеги наши этажом выше попросили присесть? Они теперь что хотят рассмотреть? В повторе на экранах больше ничего здесь не будет. Коллеги, знаешь, откуда? Да, да. Коллеги? Из Великобритании. А, ну да. Ну ладно, что же. Что же мы, господа? Мы не виноваты. Вы видели? Вам легче стало от этого? Это здорово, ребята. Нет, на самом деле это круто. Ой, молодцы. Ой, молодцы. Это тот момент с передачей. Конечно, эти ошибки нужно учитывать. Эти ошибки нужно учитывать. И я просто говорю, я беру слова обратно относительно пельгийских фаворитов. Вот наши сделали то, что не могли. Как он несся. Как он вот эту ошибку нивелировал. Как он несся. Казалось нереально что-то. Просто нереально на третьем этапе. Ну, вот так. Вот так вот значит. Не, не, не. Молодцы, ребята. Давай смотреть. Вы такой нам подарили праздник. Вот так широко хлопнули дверью мы. Это передача на первом этапе. Заря отталкивает. Нет, это уже Вовка. Это уже Краснов вперед. Это он вот так отталкивает. Я имею в виду на третьем передаче. Потому что лезли к нему. Ну правильно. Ну куда вот это? Вот объясните мне, пожалуйста. Это что вообще здесь? Посмотри. Вот правильно отпихивают. Ну извините. Извините. Мы извиняемся перед польскими коллегами. Ну что делать? Но он, поляк, был неправ здесь. Ну никак не. Я понимаю, что понятно, что суета. Но куда деваться? И вот Вов. Знаешь, вот я смотрю на его бег, да. И мне кажется, что вот за ним будущее. За ним будущее. Легкие, легкие ноги. Продвижение. Да, продвижение. Смотри, Сонатан Барли. Вообще никаких вопросов. Англичане тоже. Никаких вопросов. Вообще. Вот так вот. Бельгийцы с трудом третьи. С трудом. Немцы четвертые. Хотя какая нам разница, кто здесь второй, третий, четвертый. Мы первые. Я представляю, что сейчас творится в России, что творится на родине. Как болеют за них сейчас, я не знаю, мамы, папы, сестры, братья. Смотрите, реакция. Вот так, да, да, вот так, да. Как болеют тренеры, все первые, не первые, все как болели за этих ребят. Всем, кто был причастен к этой победе, всем низкий поклон, потому что ну просто, ну шикарную точку поставили ребята в чемпионате Европы. Все. Программа спортивная исчерпана. 20-го чемпионата Европы по легкой атлетике. У нас будут награждения. Две церемонии награждения, да. И мы будем ждать, мы будем, мы не уйдем из эфира и будем ждать эти церемонии награждения. Это очень важный момент. Вот так вот. Ну, по-честному, да, результат нормальный, да. Он не выдающийся. 3-0-2-14. Никого не волнует. Не рекорд России, но в данной ситуации абсолютно никого значения не имеет. Здесь все бежалось от, здесь все бежалось от конкретной ситуации. И получилось так, как получилось. Вот я тебя постоянно сбивала, когда ты только начинал говорить. Я уже взял слова обратно. Понимаешь? Второй раз готов. Второй раз взял. Давай сыпь голову пеплом. Давай пеплом. А мы не курим. Так что мы не курим. И чего и всем желаем. Чего желаем и всем нашим коллегам. Заканчивается чемпионат. Посмотрите, все-таки есть здесь российские болельщики. И что очень важно, очень важно. Огромное количество болельщиков, которые... Да, это... Которое не выдерживало никакой критики. Все остальное было на уровне. И город приятный. Погода съедобная вполне. Ну понятно, что марафон бежать на любых соревнованиях. Если это не Хельсинки и не Геттем. Даже в Геттембурге было жарко. В Геттембурге. В Хельсинки был холод. Так что летом марафон бежать никогда не... Субтитры сделал DimaTorzok